Друзья, привет! Это Бизнес-Номады, Серик Акишев, Алексей Белимов. Машим вам руками. Всем привет! Да, руководитель группы компаний IT Support Group, Алексей Белимов. И у вас сейчас в группе 6 компаний? У нас в группе сейчас 5 компаний. Часть компаний сюда не вошла, потому что компании не айтишные. Вообще, группа компаний, которые занимаются IT-решениями. Это, наверное, основное мое. Это то, чем я занимаюсь, и то, чем я занимаюсь в 18 лет, то, что мне нравится. 18 или с 18? 18. Будучи студентом политеха 4 курса, я уже открыл первое свое ИП. Потому что когда я ездил и сам руками заворвал картриджи, тянул провода, настраивал компьютеры, ребятам нужны были документы. Я начал чуть раньше, но 18 мая 2006 года первый документ государства выдало мне о том, что я теперь являюсь юридическим лицом. Предпринимателем. Предпринимателем, точно. Есть история со 165-м лицеем. Она как бы тоже, да, это была такая техническая история. Это история... Алматинским 165-м лицем. Кто знает, тот знает, да. Это да, это Ваш Николай Дмитриевич, царство небесное. Это человек, который нас вывел, я считаю, в ребят. И я общаюсь больше с ребятами, с кем я школу закончил, а не с кем институт. История моя такая, нехитрая. Я как ребенок своих детей, мама инженер, папа инженер, брат инженер, я тоже инженер. Осколок советской оборонки в виде ЗАО, СКТБ, гранит, куда я прошел после 9 класса на практику и так и остался. Шеф попросил, говорит, ты нормальный. Вот ребята, а ты нормальный, не оставайся. И я учился с 9 до 5 в спецшколе. С 5 приезжал, там же дома дали, рядом с этим заводом. Я приезжал со школы, отрабатывал свои полсмены и шел домой. В общем, первые карманные деньги пилились раньше, но с 9 класса я стал зарабатывать сам. А потом уже и до 2006 мы дошли, сразу такой большой скачок. Мы про этот гэп поговорим. Давай вернемся к IT-саппорт-групп. То есть все началось с обычной IT-поддержки. А во что выросло сейчас? Мы подробнее разберем, но как бы сейчас коротко линию. Сейчас это группа компаний. Везде есть свои руководители, есть паровозы. То есть это IT-поддержка, это 1С-поддержка, 1С-проекты. Это веб-разработка, веб-поддержка. Интернет-реклама, интернет-продвижение. И маркетинг, и брендинг в виде Рояль-Кусто. Это вот все под одним зонтиком. Вырастало это очень нехитро. У нас есть клиентская база, и клиентам по системе одного окна нужны IT-услуги. И мы растем и будем продолжать расти именно в этом ключе. Мы не работаем с ГОСом, мы работаем только с коммерческими ребятами и с иностранцами. Всякие Соник, Ука-Кола, Трем, Марк, GTI, Филипп Моррис и так дальше. И поэтому я широко известен в очень узких кругах. Мы не гонимся за тендерами, мы гонимся за эффективностью. Сейчас мы выросли уже до чего-то стали, когда приезжают к нам гости, смотрят, и прям некоторые охают. Типа, очень круто, мы зрелостью доросли. Но сейчас это компания, которая на свой пул клиентов закрывает все эти вопросы по системе одного окна. Ну и считая, что в этом есть некоторое будущее бизнеса. Слушай, так круто. Можешь поделиться тем, как произошло у тебя понимание, что ты готов стать одним окном, и как быстро ты его более-менее по ряду позиций реализовал? Потому что это прям готовый кейс масштабирования малого бизнеса. Вообще не хитро. Если бы я тебе сказал, что ты знаешь, я так придумал, вот сидел вечером, решил, да, пойду, это не так. Это клиенты, которые ловили меня в коридорах и говорили, слушай, IT окей, спасибо, хорошо, ты теперь принтера, потому что те ребята вот здесь вот не могу больше с ними. 1С здорово, придумаешь что-нибудь, чтобы ты это делал. То есть, по сути, меня клиенты прижимали кочергой в угол и заставляли заниматься бизнесом. И сейчас я так и расту. Понятно, что я не могу все это взять, но под… Не факт, кстати, можешь, но это другая история, ее позже обсудим. Поэтому прирастаю потихоньку. В моей идее, у меня, я считаю, изюм в моей группе – это культура, это самое ценное. Я не могу вырасти сильно больше, хотя меня требуют, клиенты требуют, но я расту в том моменте, в том ритме, когда я могу не растерять ту культуру, не растерять тот изюм, который мы собрали. Я считаю, что мы, ребята, должны быть не просто вот какими-то айтишниками, а быть айтишниками такого класса, чтобы мы могли конкурировать в мире. И для этого я езжу во всякие Японии, Калифорнии и так дальше. Понятно, что это не очень просто, и не для всех наших казахстанских клиентов компании это нужно. Но цель я такую ставлю, и мы туда идем. Масштабироваться быстро, ну, прям нельзя. У нас не бизнес, у нас не стартап. У нас не стартап, у нас бизнес, да? Да. Но мы идем очень так вот медленно, 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 но как ледокол, да? Ну, дойдем до самого центра северного ледовитого гена. Ты знаешь, так получилось, что за последний период в бизнес-медиа, бизнес-номады мы больше говорили не о бизнесе, а о стартапах и венчурной индустрии. Поэтому я очень рад, что наша встреча состоялась, потому что в нашем слогане все-таки вдохновляем бизнес и стартапы. Поэтому твоя история – это реальная история вдохновения. Но есть очень важный вопрос. Вот вы идете как ледокол, а есть конкретная проработанная тобою цель для IT-саппорт-группы? Выраженная во времени, в деньгах. Слушай, есть миссия. Миссия, так. И я думаю, что любого человека из компании IT-саппорт, можно поймать за хвост в любом месте, где с этим, и миссии он скажет. Миссия компании IT-саппорт – обеспечить бесперебойную работу бизнеса клиента. И все, что у нас есть в виде отдела продаж, монтажников, проектников, поддержки, у нас есть новый продукт Асиста, который мы сами написали, это СРМ-ка для IT-шников, IT-саппорт-группы. Все идет к этой миссии – обеспечить бесперебойную работу офиса клиента. Если мы говорим про цели, которые, ну как, больше там, скорее, меня как человека дровят, вообще, что я делаю? Я хочу сделать не просто конкурентоспособную компанию в мире, и я хочу, чтобы мое окружение и те ребята, которые работали в этой компании, могли работать везде, где угодно по миру, им не нужно было никуда уезжать. Я сам хочу оставаться здесь, и чтобы мое окружение имело возможность оставаться здесь, учить своих детей, там, не знаю, иметь друзей, собутыльников и еще кого-нибудь, и оставаться в том, ну, очень комфортном месте. Я считаю, что Алмата – это клевое место. Казахстан – хорошая страна, мне нравится. Везде, где бы я ни выезжал, я с большим удовольствием приезжаю сюда домой, здесь я дома. Когда я за границей, я говорю, что я казах. В общем, в России это воспринимают вообще с каким-то юмором, но менталитет у нас другой. И ту цель, которую я ставлю, как можно больше людей в своем окружении, чтобы они были конкурентоспособны в мире и имели возможность ни в чем себе не отказывать себе и своей семье, быть полноценными членами мира, находясь географически здесь, в Казахстане. – Вау! Ты знаешь, как круто? Бизнес-номады – это мы с Маратом придумали этот термин. Он родился из диджитал-номадов. То есть диджитал-номад – это чувак, который дауншифтит там, условно, на Бали. Или диджитал-номад – это человек, которому физически не надо. Но бизнес-номад – вот Илон Маск – это один из самых главных бизнес-номадов в современности. Он ножками, он реально же по всей земле перемещается. В Австралии движуха туда-сюда. И мы считаем, чтобы бизнес рос, ты должен… Вот Тати Шефиркен – яркий пример. В Вьетнам строят заводы, они там в джунглях ходят с людьми, местные вьетнамские бешпармак там кушают, общаются, чтобы понимать. И круто, что ты говоришь именно… Я считаю, что это бизнес-номадство в рамках одной страны тоже возможно. Я считаю, что если мы здесь правильно все организуем, то выходить дальше именно в нашей айтишной теме, в диджитал, не обязательно ногами выходить. Да. Опыт Калифорнии, ну вот то, что вот путешествовал, посмотрел, показывает, что ребятам… Ой, блин, анекдот. Не могу. Давай, ты не можешь не рассказать. Ты знаешь, что такое индустриализация? Так. Мне в Калифорнии рассказывали. Знаешь, что такое индустриализация? Ну я там, это переход… Подожди, не, 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 не. Не случится, это другое. Это когда индус первый заходит, и у него получается… И он всю свою индийскую компанию тащит. Это индустриализация. И в Калифорнии индустриализация, она там повсюду, да? То есть там очень много индийцев, которые тащатся. Но при этом Индия, которая находится в другом географическом месте, она работает на практически всю Америку. Я посмотрел своими глазами, что там не так много штатных людей, но те бэклоги, то, что они реально делают, то есть там сотни тысяч людей, и они находятся где угодно. Но при этом, не знаю, зарабатываете деньги, тащат эти деньги в Индию, и там их тратят на свои семьи, на свои дома. Вот скорее про это хочу. Слушай, круто, ты сейчас открыл новую грань этого самого бизнес-номаста. То есть впоследствии вы будете компанией, которая будет обслуживать нужды, допустим, международных клиентов там, находясь здесь? Да. Круто. Часть людей придется там держать, но это небольшое количество людей. Сейчас же вообще границы стран сильно размываются. То есть вот общая, ну какая-то общая культура, да, то есть она прям равномерна, да, то есть Макдональдс и КФС нам это навязывают. И сильно большой разницы между культурой и там, между странами будет немного. Ну, я думаю, в течение 50 лет мы с тобой еще застанем до нашей пенсии, как это будет. И где находиться будет человек, без разницы. И поливогать любому бизнесу тебе уже не нужно быть очень культурно близок, близким к тому или иному бизнесу. Вообще правила бизнеса, они потихоньку универсализируются. Если ты сейчас поедешь в какую-нибудь страну развивающуюся, там будет очень много специфики. Но когда приезжаешь в развитую страну, правила бизнеса примерно одинаковые. Примерно одно законодательство, примерно одни правила. И я рассчитываю о том, что мы в будущем будем просто примерно такой же компанией, как большинство в мире. И это позволит нам работать на мир. Круто. В какой области? В IT. Я услужник, у меня были разные бизнесы. И когда я так или иначе входил в какие-то бизнеса, в соучредители, где-то в управление, что бы ни было, это превращалось в бизнес. Если это были машины, это было СТО. Если у меня был цех по производству, пластиковые окон, это превратилось в сервис по пластиковым окнам. То есть я в сервисник. Мне что не дай, получится именно сервис. Круто. И сервис в IT, то есть я вот в этом себя вижу и считаю, что это прям хорошая, интересная моя ниша, где мы будем развиваться своей командой. Сервисный IT. Это вот право ТЭТа. Очень круто. Потому что, и мне очень вдохновляет мысль, я не слышал от одного академика казахско-американского лет еще 10 назад, сейчас вроде как о 500 лет. Вот, например, наша территория идеальна для серверного присутствия крупноглобальных игроков физических железки. Потому что там температурно. Кобеля прокинут. Не соглашусь с тобой. Политически мы такие более-менее. Нет? Ну, прости, я IT-шник, я не могу. Конечно, нормально, ты должен. Понимаешь, количество километров очень критично. И мы здесь, казахи, в этом плане плохо расположены. То есть даже наличие Алмата и Астана, то есть если ты говоришь про серьезную инфраструктуру, нужно и действовать дата-центр и в Алмате, и в Астане. Ну, это не больше, да? То есть есть вот эти расстояния, они очень критичны. И поэтому нельзя дата-центр там из какого-нибудь Англии положить в Казахстан. Для бэкапа можно. Политически бэкапы мы идеальные ребята, да? Вот, очень интересно. Но чтобы работать вот прям полноценно, там критичное расстояние. Сейчас количество контента растет, я думаю, ты знаешь, да? Георетическая, блин, прогрессия. Да, и узкое место — это сейчас каналы связи. Да. И чем дальше находится твой сервер, тем больше ты нагружаешь каналы связи. Да. И я думаю, что в дальнейшем, если фундаментально что-то не изменится, то каналы связи могут стоить даже дороже, чем сам юнит. Да? Согласен. Поэтому я рассматривал бы как некоторую зерную копию, да? У нас это такой запасной генератор для света, как вот если свет выключили, там есть. Вот в Казахстане там у нас есть дата-центр. Я считаю, это хорошая идея. Но рассчитывать на то, что у нас здесь будет мировой дата-центр, не думаю. А региональный? С региональный, когда мы говорим про Азию, вообще все хорошо. Если мы говорим про Ташкент, Бишкека, Алмата, вот в Алмате здесь и культура лучше, и айтишники веселее, и мы уже зрелее. Там и даже сейчас некоторые налоговые послабления есть, да? То есть можно здесь нормально. Буквально две недели назад я был в IT-парке Узбекистана, смотрел вот Астанахаб и Узбекистан. Посмотрел, какая разница. Мы точно более зрелые. Причем я прекрасно знаю, как активно развиваются коллеги. И за последние два года активно произвел Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан. Но есть, да, моменты, где просто так получилось, что немножко мы опередили. А не догонят. Но если конкретно здесь и сейчас... Если мы остановимся, догонят. А если мы пойдем дальше, не догонят. Зрелость, она требует времени. Нельзя вот девять женщин за месяц не родят. Ну, что бы ты ни делал. Все равно должно быть время. И здесь критично нам не отставать. То есть когда я приезжаю в тот же Узбекистан, я вижу, что ребята там прям с огоньком пашут. Не все наши так пашут с огоньком. Из-за того, что мы первые, и ты оборачиваешься назад и видишь, о, ничего, мы вперед. И ты уже так сильно не бежишь. Ты не понимаешь, что они быстро приближаются. Сейчас у нас есть фора. Но важно не расслабляться. Они могут нас догнать, если мы перестанем бежать. Вот мы пойдем пешком, они нас догонят, они бегут. А если мы пойдем развиваться дальше, они нас не смогут догнать. Потому что у нас много форы, да? То есть мы сильно вперед пошли. Давай об одной и другой интересной. У нас столько тем, все, для обсуждения. Мы когда с Лешей сели такие, что час, может два. Может два. Ну а как пойдем, да. Значит, при этом есть другая штука, да? Там есть шоп, есть сервер-мол. Да. То есть электронная коммерция получается по факту. Как получилось? Как получилось? Как получилось шоп и сервер-мол? Кстати, важная ремарка. Все ссылки на все проекты наших гостей всегда в описании к этому аудио-виде. Ну вы это и так знаете, но напомню. Ага. Да. Как получился шоп и сервер-мол? Шоп – это битубишный магазин техники. Мы не продаем для конечных, ну, битуси, это чисто битуби. Для розницы, да. Проблема у наших клиентов. Ребята находятся в Казаларде, им нужно 28 пунктов разных собрать, консолидировать, подумать, что не забыть туда там. Не просто принтер купить, а еще шнурок от него. В комплекте никогда не держишь шнурок USB-шный. Ага. То есть и вот отослать Казаларду, чтобы это заработало. Мы на основании этого сделали такой магазин. И он скорее помощь нашим клиентам существующим, которые уже работают у нас или которые там хотят с нами поработать. Которые хотят отдать запрос и не лезть туда внутрь. Так получился шоп. А сервер-мол – это вообще отдельная тема. Это рефербушер серваки. То есть серваки, которые были в Европе, в Америке, в лизинге. Потом мы их сюда тащим. Они в два, иногда в пять раз дешевле, чем новые. Потому что мы же как живем? Денег нет, но вы держитесь. А железо нужно. Потому что это прощитительные мощности. И мы притаскиваем сюда эти серваки. Даем от себя пять лет безусловной гарантии. Если что-то вылетит, мы сами за свой счет меняем. И тем самым помогаем нашим, ну не огромным бизнесам. Банк не купит железо, которое было в употреблении. А бизнес, который вот там еще может не самый крутой бизнес. Денежку считают сильно, да, очень внимательный. И вот мы, это ответ на этот запрос. Я считаю, что это крутой ответ. Мы вот с этой гарантией… Плюс один клиент. Спасибо, да. Я даже не уверен, что мы там прям пипец космо, как выйдем за продажи. Но поддержать наших ребят. Вот я считаю, это основа именно про эту поддержку. Чтобы ребята могли опереться вот на нас прям, ну железобетонно. И на это железо. И уже не думать про… Бизнес должен думать про бизнес, а не про IT. А IT это вспомогательное производство любого бизнеса. Так прикольно. Идем дальше. И вот сейчас Айроса. Это не просто вопрос там, почему вы занялись интернет-продвижением. Ну и подводка к следующей теме, дорогие друзья. Вообще мы… Андрюш Шахалов, большой привет тебе. Отлично. Алексей в какой-то момент понял, что ему надо, как и мы в Мизосомадо год назад, мы должны… Блин, это наша социальная миссия, несмотря на высокопарность этого термина. Делиться теми знаниями, которые у нас есть. Алексей начал это делать, поэтому у него не просто там какие-то личные аккаунты. У него прям аккаунты, там, YouTube-каналы и так далее, где он пилит контент. Да. Вот. Айроса до этого родилась? Айроса родилась до этого. Интернет-продвижение. Айроса родилась до этого, когда я путешествовал по СНГ, да, то есть с россиянами, белорусами, украинцами. У нас были агентства, которые занимались нашей рекламой. Тогда, еще до войны. Ну, это было совсем до. Я надоело мне. И я понял, что мы тратим много денег, получаем мало толка. Разный ментал. Ребята не очень углубляются, что происходит у нас в Казахстане. Как только ты заключаешь контракт с таким агентством первые пару месяцев, оу, круто. И потом, та-да-дан, та-дан, та-дан. И мы организовали свое агентство. Я вкладываюсь в компетенцию этих ребят, ращу. И считаю, что мы по соотношению цена-качество можем дать прям очень конкурентную цену. Мы не говорим, что мы сделаем круче всех на свете. Но мы сделаем по соотношению цена-качество оптимально. И это некоторая потребность наша, которая вылезла из текущей жизни. Выкристаллизовалась. И теперь сейчас нашим клиентам мы тоже предлагаем эти услуги. То есть, в смысле, полное? Это 360 интернет-продвижение? Что там и тебе, и всякие? Сейчас мы приходим к тому, что полное. Раньше это была просто поисковая реклама. И там в середине, ну, формально мы запустили с 1 сентября SEO. Но это будет чуть позже. Нужны другие специалисты. Но мы наращиваем себе эту мышечную массу. Это же критерий любой айтишного бизнеса. Что ты от людей зависишь. Ты не можешь... Чуть откачусь давай. Разница между бизнесом и стартапом. Да. В чем? Бизнес? Бизнес. Давай твоя версия. Он растет, вот как я говорил, как ледокол. Стартап – это всегда X-овые темы. X2, X8, X10. Я не очень люблю. Потому что она как вверх, так и вниз. Вот там эти бешеные скорости, да? Формула-1. Я езжу 40 по обочине. Я вот тошню. Мне так нравится. И бизнес, оно примерно так же. Мы медленно идем. Но мы идем большим вот этим вот атомоходом, да? То есть и назад уже. Крокодил назад не ходит. Если мы дошли, то будет. И то, что мы делаем, мы компетенцию людей растим. Мы делаем свои продукты, да? Мы помогаем этому бизнесу людям опираться на IT, делать свой бизнес. И ответы компаний, которые так или иначе к нам под зонтик приходят или мы открываем, ровно в этом. Чтобы бизнес мог опереться. Да. Вот. Ну, это моя логика, почему я вообще это делаю. Деньги не просто вторично, там, не знаю, десятирично. Главное, мне, чтобы окружение мое росло. Чтобы мы были более компетентными ребятами. Чтобы мы были реально конкурентоспособными в мире. Чтобы ребятам не нужно было ехать. Грусть, тоска, когда часть, там, не знаю, моих одноклассников после школы, 165-й лицей, это, ну, как РФМШ, как вот, ну, очень такой, серьезная школа. Большая часть одноклассников в России закончили университетно. Часть из них не вернулась. У меня есть приятели, которые вернулись, походили здесь и говорят, слушай, да блин, здесь нет работы для меня. О, квалифай. А я хочу, чтобы здесь была работа. О. Может, высокопарно, низко звучит, но, блин, это мое. Ты делай, продолжай, пожалуйста. Это не высокопарно. Вы знаешь, есть у нас такая штука, это самое, мы там, где не надо, иногда скромные. И у меня это есть, и у тебя тоже наверняка. И круто, что ты пошел немножко в медиа. Мы к этому вопросу подошли. Да, про медиа расскажу. Как это получилось? У меня есть определенный навык. За 18 лет я, как инженер, наработал еще управленческий навык. У нас управлению никто никому не учит. И это горе. У нас управленцы очень низкого качества, потому что, ну, нет такой... То есть у нас есть менеджмент? Ой, еще один анекдот, но не могу сдержаться, прости. Приходит ко мне IT-менеджер после института, не буду говорить, какого конкретно, и пишет, закончил диплом IT-менеджер. Я его начинаю спрашивать по IT, там вообще ноль. Я начинаю спрашивать про менеджмент, там так же, как в IT. Не сдержался, говорю, блин, ты как морская свинка. Ну, ты вообще. Я говорю, ну ты ни к свине, ни к морю никакого отношения. Ни к IT, ни к менеджменту. И я считаю себя адептом подхода, ну, тут настоящего хорошего академического подхода к управлению. Так. И это прям очень нужная тема для нас. Я считаю, что любой человек должен этому учиться. Если ты про управление, ну, регулярно даже и управленческие поединки проводил там по Тарасову, я свою команду и других ребят прокачиваю. У нас даже, не знаю, на правах рекламы, не знаю, хорошо ли хорошо с этого. 22-го, 23-го, 24-го будут проходить эти управленческие поединки. С сентября. С сентября россияне приехали сюда, потому что там есть обстоятельства, и они здесь это организовывают. И я тащу там просто всех, кого я смогу вытащить с работы, я притащу туда. Это то, когда ты все управляешь. Ты управляешь, я управляю. Ну, многие у нас управляют. Просто неосознанно для того, чтобы это было осознанно. И помимо того, что есть определенные знания в какой-то прикладной области, я знаю IT. Я закончил лицей. Я знаю, что P, это не 3,14, а 3,14,15,92,6. По работе пригодится? Нет. Но там учили так, что мне приходится, да, знать. И я так же подхожу и к управлению. Так. И считаю, что это вот серьезное горе. Наша общая вот именно бизнес. Стартапы тоже, но бизнес, он сильно больше мог расти, если бы академическое управление было бы лучше. И я открыл свой блог. Баба Билимбай. Это целый, как, это медиапродукт, да? Да. То есть, где я делюсь своим управленческим опытом. Есть вполне конкретные кейсы. Рассказываю, почему так или иначе принимаю то или иное решение. Я записываю лонг-видео, подкасты, хочу делиться. Понимаю, что то количество информации, то, что я знаю, меня иногда распирает. Вот. Чтобы не грузить, не знаю, свое ближайшее окружение. Потом мы выходим на шашлыки, и я начинаю, ребята, уже начали управление учить, да? Да. Они там типа, да, потвали, чтобы как-то самореализовывать себя. Понятно, что люди сейчас пойдут смотреть, но все-таки здесь немножко что-нибудь там. С чего начать? С чего начать? С того, что осознать, да, что ты им занимаешься. Слушай, самый простой, вот совет универсальный. С чего начинается управление? Управление начинается с себя самого. С тебя самого. С себя самого. Как только ты начинаешь с собой управлять, как управляешь машиной, как управляешь... Это друг... Смотри, тема глубокая. Есть руководитель, есть управленец. Знаешь, в чем разница? Ну? Управленец, управленец, он... Вот как управляет машиной, как управляет станком, он чем-то управляет. Там движение обязательно. Если ты управленец, то это должно быть движение. Движение людей, движение машин, движение... Это управленец. А руководитель, это тот, кто подготавливает все. Тот человек, который стратегически понимает нам, для того, чтобы началось движение, нужно снять офис, нужно там купить франшизу, нужно купить... Я боюсь, это глубокая несколько тема, не уходить. Ну, в общем, к тому, что если ты хорошо углубляешься и понимаешь вообще термины, понимаешь, куда ты идешь, ты становишься сильно сильнее. Начинать с себя, встать там в... дисциплина элементарная там, встать в нужное время, приехать. Не как мы казахи любим на полчаса опоздать, все-таки там чуть раньше, да. Я был в Японии, это вообще... Мы там были... Просто я стоял, они плакали, да, когда мы толпой подходили и там потихоньку еще полчаса подтягивались. Управлять собой, это управлять своим, там, ты взял книжку, дочитай, ты записался на спорт, иди. Ходи. И если ты не ходишь, ты себе признайся, все, не хожу, это нормально, только ты признайся себе, не ври. И когда ты начинаешь управлять собой, тебе становится понятно, как управлять своим окружением, какими-то детьми. Управлять можно всем миром из любой точки. Камень управляет ребятами, которые ходят по тропинке. Один камень, и начинает его обходить, он управляет. Да. Ты всегда можешь управлять. Начни с себя, осознай, где ты собой управляешь, и потом иди дальше. Ну, это вот самый базовый, базовый рекомендация. А дальше смотрите на, как еще раз название канала? А, Бабай Блинбай. Бабай Блинбай. Замечательно. Давай сейчас к одной очень интересной вещи, потому что ты прям ножками этот путь прошел и продолжаешь идти. Я хочу делать что-то свое, или я хочу с работы уйти в какое-то свое дело. Понятно, что к этому должна быть, наверное, некоторая предрасположенность там и так далее. Но не всегда. Вот как первые шаги сделать? Смотри. Не важно, что. Вопрос зачем? То есть нужно... Молодец. Вопрос с этим. Да. Если у тебя нет ответа на вопрос зачем, то вся дальнейшая механика, она не имеет смысла. Как мы организовывали бизнес, почему мы приходили в бизнес, ну вот в момент моей, когда я был молодой, красивый и неженатый, почему я пришел в бизнес? Потому что когда я работал на заводе, я хорошо работал. Я знал монтажник радиоэлектронных приборов шестого разряда, я знаю, как это делается. Но на зарплату, которую там платили, мне хватило, вот я мечтал купить хорошие кожаные перчатки, вот в 16 лет мне нужно было, еще 15 мне тогда было, да? И вот вся зарплата на перчатки, ты не сможешь на это жить. И приходилось открывать, придумывать. Если бы мне откатить, вот те знания, которые сейчас есть, откатить меня 15-летнего, или 20-летнего, когда я начинал этим заниматься, не факт, что я бы занялся бизнесом. Это очень сложная штука. Да. Очень нервная. Ты первые 5 лет, когда ты открываешь свой бизнес, ты берешь раскладушку, ставишь ее в офисе, и здесь ты 5 лет спишь, живешь, чтобы бизнес завертелся, да? Стартапы, может, по-другому, я в них не умею, я в бизнес, да? Нормально. Нужно вот так. И если откатиться вот на эти 20 лет назад, не факт, чтобы я пошел. Некоторые ребята, которых я сейчас вижу, они сделали карьеру, получают денег больше и имеют больше времени. Потому что, когда ты работаешь, ты выходишь в 6 часов вечера, халатик свой снимаешь серенький, вешаешь на вешалку и уходишь. Все, все проблемы остались здесь же, в карманах этого халата. Если ты бизнесмен, то ты не выкинешь. Ты перед сном крутишь в голове, что делать? Проснулся, и эти мысли опять пошли. Ты работаешь 24 на 7. Вот. Если ты готов, ну, вкладываться в это, тебе, то иди. И серьезная пахота. Если ты не готов к этой пахоте, то лучше не ходить. Согласен. И второе, я считаю, второй компонент, это проблематика. Если ты не видишь проблем в мире, которые ты можешь решить, которые ты хочешь решить, то в бизнес идти, наверное, не очень надо. Это, ну, сложно это будет, да? Ради денег бизнес, бывает, когда бизнес ради денег. Но таких совсем успешных бизнесменов, которые чисто ради денег работают, я не встречал. Согласен. Всегда вот ты мир меняешь. Я хочу сделать так, чтобы любой бизнес мог опереться на IT прям полноценно. Штатные IT-шники на сегодняшний день очень мало этому способствуют. Никто не может штатного IT-шника понять, что он делает. Никто не может его проверить. К нам приходит, когда уже совсем все плохо. Я хочу, чтобы бизнес сразу приходил к нам или к другим аналогичным компаниям, которые занимаются таким сервисом, чтобы не болела голова за IT. Весь мир давно к этому пришел. Ну, развитый мир. Мы только потихоньку к этому приходим. Вот. Ну, я могу долго. Давай, прибиваем меня. Я буду, да. Идем дальше. Теперь шаг номер два. Мы уже немножко поговорили о том, что людям, с которыми в бизнесе, надо осознать, вот это мне очень понравилось, что ты управленец. Или там руководитель мы с тобой разобрали. Но сейчас немножко про другое. Где брать силы, энергию в критические моменты? А порой мы с тобой прекрасно знаем, они бывают. Слушай. Я уже про действующих предпринимателей. Я понял. И это и МСБ, и Крупника касается на самом деле. Неважно. Давай, так, грустно вздохну. Значит, критические моменты будут всегда. Кризисы, они просто не исключение. Это часть сделки. Как бы я так сказал. И вот эти мысли о том, слушай, а тем ли я занимаюсь? А может, там, уехать никуда-нибудь, там, в Европу, в Америку, там, быть на Uber и таксистом и нормально жить? Ну, и какими-то такими нехитрыми вещами, да? Особенно, когда ты что-то умеешь руками делать. Такие мысли посвящают, на моем опыте, абсолютно всех. Когда у тебя есть какие-то кризисы. Нужно к этому относиться, понимать, что у всех такие мысли есть, тогда тебе легче будет. Не только ты один сидишь и думаешь, блин, задолбало. Когда ты понимаешь, что вокруг люди примерно с теми же проблемами сталкиваются, тебе легче. А так, проходить к тому, что, значит, давай, поделюсь технологией по поводу кризисов и по поводу того, когда плохо. Значит, из любой плохой ситуации настоящий предприниматель всегда может вытащить пользу. Если ты попал в какую-то плохую ситуацию и первым делом ставишь себе задачу вытащить оттуда пользу, ты крутой, ты предприниматель. Ты опоздал на поезд, ты сидишь на чемоданах и смотришь, как уходят вагоны, все, нету. Ты опоздал на следующую встречу. Ну, горе же, да? Да. Если ты в этот момент можешь понять, прям осознать о том, что, слушай, ну в этом городе остались точно ребята, с кем можно встретиться. А вообще я могу за следующего поезда сутки, да просто поспать, почилить где-нибудь в гостинице и просто отдохнуть. И ничего страшного. И какие-то давно письмо хотел или книжку там дочитать вот у меня было. Как только ты находишь вот эти хорошие моменты, хороший изюм, да, в этом, ты не просто из кризиса выйдешь. Ты из кризиса выйдешь победителем с какими-то хорошими вещами и пойдешь дальше. И за счет этого бизнес растет. Всегда из кризиса выходишь более сильным. И вот технологию, про которую говорю, придумывать, чего ты не сделал, что ты можешь сделать из-за того, что у тебя кризис случился, это позволяет тебе выходить победителем. Очень круто. Даже если маленький, средний или большой, это во всех случаях подходит, я имею в виду, размер кризиса. Абсолютно. Чем больше, кстати, он, тем круче. Чем больше бизнес, чем больше кризис, тем больше возможностей. И если ты эти возможности ставишь себе задачу рассматривать, будет круто. Если ты не ставишь себе задачу их рассматривать, а просто горюешь, то, скорее всего, будет хуже и всем, и тебе, и бизнесу, и работникам внутри этого бизнеса. Да, да. Слушай, ты такую классную штуку затронул. Я специально к этому вопросу не готовился, но он родился. Это тогда был монтажник на свою зарплату, не может нормально жить. Сейчас вроде как, немножко, слава богу, ситуация изменилась. Если ты умеешь что-то делать руками, и тебе нравится то, что ты делаешь, наверное, более-менее ты можешь жить. Я к тому, что не всем хочется идти в этот самый геморр, связанный с бизнесом. Не всем надо. Да. Это штука, которая абсолютно не всем. И совершенно счастливый монтажник радиоэлектронных приборов, или сварщик на стройке, или крановщик, эта тема гораздо более частая, счастливый чувак на работе, чем счастливый бизнесмен. Ты счастливых бизнесменов видел? Ну, сейчас, да. Вот, хорошо, окей, 6 секунд, а дальше? Вот, какой-то момент, да, клево, но буквально несколько секунд, и ты дальше начинаешь, потому что у тебя нельзя останавливаться. У тебя нет возможности вот там передохнуть, да? Ты должен идти вперед. Ты просто такой, ты как раз, вот тут важная ремарка, если бы ты был там, тебе как раз было бы плохо, потому что ты акула, которая дышит в движении. Ну, видишь, там, один из примеров. Не факт. Вот, я не могу с тобой полностью согласиться. Я думаю, что мое окружение, которые вот там, мама, папа, семья, там, друзья, собутыльники, сэтот, они готовы были бы мне доплатить, чтобы я вот не занимался вот этой вот штукой, но сэтот, а занимался все-таки ими тоже. Так. Здесь же бизнесмен, там приоритеты. И вот вы собираетесь на шашлыки, и у тебя случается какой-то серьезный факап на бизнесе. И ты даже не думаешь. Ты говоришь, ребята, алло, я не поеду. И едешь туда. И я бы хотел быть более свободным. Может быть, я не умею. Может быть. О, это вопрос отдельный, да. Настоящие бизнесмены могут не уметь. Ну что, и так, и так можно, точно. Я пробовал, у меня есть такая спортивная моя немножко тема. Я водник. Я раньше занимался водным полом, а сейчас вот дайвинг, всякие такие штуки, и я фридайвингом занимаюсь. Так. Такой фридайвинг представляешь себе? Да. И вот в свободное от работы время, когда ребята, мы федерацию фридайвинов открывали здесь в Казахстане, меня вытаскивали пару раз ребята на то, чтобы я был тренером для фридайверов. То есть сам я там хожу на 40 метров, то есть у меня, ну, у меня такие уже там регалии серьезные. И я занимаюсь как тренер с ребятами, да. Это тренерство схоже с бизнесменством, да. То есть когда ты, ну, вот именно с управлением, да, когда ты вкладываешься больше в людей, а не в себя. Я там отдыхаю, но ты приезжаешь с вот этой поездки, да, там 14 дней, там 20 дней приезжаешь, и что? Алло? И все, опять в это ермо и поехал. Я не знаю, может быть, я не смогу выдержать, а может смогу, я не пробовал. 15 дней точно выдерживаю. Но после этих 15 дней обычно бизнес растет. Не, не, я не пробовал, я не пробовал 30 дней. Я думаю, что каждый бизнесмен тоже не пробовал. Это иногда страшно. Если бизнесмену сказать, все, мы у тебя все забираем, давай. Я думаю, что большинство не согласится. Страшно. Да. А как ты относишься к этим штукам? А давайте-ка я вас научу, как уйти из операционки. Такой вопрос, а? Слушай, здесь есть у меня много слюней в большей степени матершины. Значит, вообще инфоциганство, да, это вообще большая тема. Кстати, это и бизнес-номада, антитеза инфоциганства. Мы про это несколько раз говорили. Мы когда садимся, мы от А до З вопрос условно стараемся разобрать. За это денег не берем с аудитории, но берем со спонсоров нашего подкаста, которые хотят доступа к этой качественной аудитории. Вот это здесь часть бизнеса. И разобрать так, чтобы каждый человек мог это сделать. Разница в чем? Почему я вот в это управление иду? Так. В том, как я говорю тебе, именно академической теме. Чтобы когда я показываю какой-то фокус, ты взял, сделал то же самое, у тебя получилось. Это разница научно-ненаучно. Когда ты что-то говоришь, как делать, другой человек собрался и сделал. Бабка Гадуни так не получится, она как-то раскидалась. И инфоциганство сильно критично. Когда ты можешь сделать, взять ту технологию, ее разложить, и так же получится. Это уже не совсем про инфоциганство. Ну вот я считаю, что инфоцигане, это ребята, у них есть плюс. Они нают серьезного пинка, чтобы человек встал. Но дальше им, у нас на дверях было написано, распространители и бизнес-молодость не беспокой. То есть это вот у нас. Выйти из операционки, это некоторая мечта, которая, по мне, осуществляется с тем, когда бизнес растет. Когда твой бизнес растет, когда ты становишься более зрелым. Когда твоя команда может взять на себя ответственность. Ты выходишь из операционки, они тебя выталкивают. У меня вот этот... Как раз, да, ты будешь над ними давлеть, ты не будешь им давать развиваться. Им надо воздух дать. Да. Хотел, простите, передать привет Диме. Буквально позавчера говорил, Алексей Юрьевич, ну езжайте куда-нибудь. Что-то у вас сильно много стало? Когда твои ребята просят тебя уехать, это значит, там все нормально. Они тебе из операционки сами выпихнут. Если ты пытаешься уехать из операционки сам, это больше похоже... Ну как, неправильно уехать, да? Это больше похоже на этот старый мультик, когда мужик с медведем. Помнишь, вершки-корешки? Когда медведь начал вытаскивать вершки, чтобы они быстрее росли. То есть повыдергиваешь все, потопчешь. Выход из операционки возможен, но средства другие. Не те, которые там говорят где-то в рекламе в Инстаграме. Ну и на него тоже нужно пахать. Основной критерий выхода из операционки, я считаю, вообще выходить или не выходить, какой критерий? Готов ли ты отдать ответственность и готов ли ты решать более сложные, более серьезные вопросы? Если не готов, если это твой потолок, бывает, ну ребята понимают, что не хочу я больше, на пенсию я хочу, все. Тогда даже не думай про выход из операционки. Просто сделай себе комфортное рабочее место и все. Тебе это легче будет. Потому что когда ты выходишь из такой роли из операционки, ты мучаешь всех. А если ты готов идти дальше, более серьезные вопросы, тогда развивай компанию, развивай команду, они тебя на своих плечах поднимут. Круто, Алексей, что в итоге так или иначе каждый из вопросов, которые мы затрагивали, в нем, может быть, ключик к открытию его, это вопрос там. А зачем? Да, и как бы это вроде бы звучит легко, но задать и честно ответить себе на этот вопрос, это, можно прокомментирую? Мы разбирали это с ребятами. Это нормально, когда ты мгновенно не ответишь на этот вопрос. Посвяти время этому вопросу и ответу на него. Это может и, не знаю, неделя, месяц уйти, у кого-то год, но сильно тоже не затягивает. У кого-то десятилетия уходят на эту зрелость. Я почему и Белимба я открываю, и почему сейчас с тобой хочу поделиться, и хочу технологиями. Понимаешь, когда ты применяешь к себе некоторые технологии, некоторые подходы, которые сейчас я транслирую, ты себе можешь ответить на вопрос, оно вообще надо мне или нет? А тому ли я дала обещание любить? Оно вообще мое или не мое? Это очень, считаю, очень ценно для ребят, особенно в современном обществе, чтобы не терять время. И плакал, когда приходят ко мне ребята, они потратили пять лет на обучение в IT. Они приходят с института, я сажаю их и начинаю давать задачи IT. Он через два дня встает и говорит, спасибо, я понял, IT не мое. Офигеть. Ну блин, пять лет. И мы делаем такую некоторую социальную нашу миссию, мы берем на практику ребят, и чтобы они вообще вкусили, за что платят в IT. Не то, что ты дома можешь свой комп собрать, а за что реально платят. И некоторые ребята, они просто отказываются, не мое. И в управлении так же. Нужно попробовать. Управление есть, ну еще один критерий, почему, например, не надо быть управлен... Ну, почему нужно подумать про управление. Когда ты уходишь в реальные управленцы, в реальные руководители, у тебя сильно меняешься ты, ты должен развиваться. Да. Читать книжки, у тебя широкая картинка, и у тебя меняется окружение. О, да. И если ты не готов менять окружение, если эти ребята тебе устраивают, но не надо туда идти, ты не сможешь общаться с этими ребятами, тебе будет тяжело через силу. И если ты, например, живешь в семье, в которой невозможно из нее выйти, может, даже тебе легче, экологичнее будет не идти в управление. Потому что иначе ты уйдешь там, разведешься с тещей, на ножах будешь каждое утро. Не надо этого. И если ты эти риски понимаешь, ты уже осознанный выбор делаешь. Тогда ты вкладываешься. А если это для тебя будет сюрпризом, когда ты вот смотришь на тех ребят, которые ты вот во дворе на лавочке собирались, там пиво пьют, да, и вот ты в какой-то момент смотришь и думаешь, а что я здесь делаю? Если ты знаешь, что так будет, ты подготовленный. Да. А если не знаешь, ты можешь достаться врасплох, и ты уже не знаешь, обратно или не обратно. Управленцев у себя в команде, я предупреждаю. И некоторые ребята отказываются, потому что им окружение важнее. Давай к финальной части сегодняшней беседы. Я думаю, что она будет достаточно компактная. Мы сегодня с Алексеем Белимовым, руководителем группы компании IT Support Group, разобрали очень много разных вопросов. Но я бы не сказал, что мы по вершкам прошли, мы где-то копнули, это было здорово. Но вот закончить я бы хотел, может быть, знаешь, таким, каким-то советом, который подошел бы любому там в предпринимательском сообществе. Можно я один дам? Он сейчас немножко больше про семью, причем он как и женщин, так и мужчин касается. И часто бывает в паре, что, допустим, жена предпринимательца, а муж там менеджер, да, условно. И наоборот. Так вот, у меня просто недавно была эта ситуация, но у меня жена, к счастью, занимается образованием, но в другой сфере. То есть она и управленец там своих процессов, но и не бизнес-леди, да, поэтому у нее есть время на семью. Она видит, вот я вот это вот в раздрае, да, и она меня прям растормошила, чтобы я с ней разговаривал. А я сопротивлял. Это периодически происходит. Я каждый раз про это забываю. Она меня начинает тормошить, чтобы я вот это вот, как бы... И если, к счастью, слава Всевышнему, у вас есть близкий человек, родной, ну, может быть, друг, если вы еще там не женат или не замужем, подруга, такого найти человека – это счастье. Есть, конечно, история про психологов, прям растормошить вас, чтобы вы вот это вот проговорили, та-та-та-та-та, станет полегче. Я сейчас про такие, знаешь, чисто психологические вещи говорю. Но поддаваться этому абсолютно – это вот нормально. Но, правда, это только человек прям близкий должен быть. А у тебя был другой какой-то совет, который вообще всем подходит, женатым, неженатым. И на нем, давай закончим все. Я скажу, что не смогу. Ну, я не смогу так сказать. Да сможешь, сможешь. Ребята, мы же онлайн-проект, да. А у нас можно. Я считаю, что нужно, что, ну, как, может, и спорта должна быть дисциплина. Нужно работать. Так. Нужно работать и нужно вкладываться. Нужно прям вот, ну, по-настоящему. Не делать для того, для вот так, а делать по-настоящему. И многие ребята, которые из бизнес-сообщества, они вот вроде идут и не идут. Вроде идут и не идут. Вроде начнут делать и не. Я, ну, скорее призываю всех, я скорее призываю всех, да. Ребята, по-настоящему… Вот смотри, вот эта камера, которая вот огонек говорит, да. Ребята, по-настоящему, пожалуйста, решили что-то делать, делайте. Крокодил назад не ходит, до последнего. У вас точно получится. Получилось у меня, получилось у тебя, у каждого из вас получится. Ребята, мы вас не бросим в бизнесменское сообщество. Точно. Спасибо, дорогой. Спасибо.